Платон 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 Начал разработать, что есть, сейчас у меня есть производство в Подмосковье, вот мой цель приехать в Дагестан, изучать тоже здесь, здесь похож как в Таджикистане, очень хорошие травы, значит, экологические части, поэтому я хочу здесь на этой канале разрабатывать. Вот с моим предложением в Таджикистане вышел закон о народной медицине, сейчас там обеспечено более 5000 человек рабочее место именно по заготовке, разработке лекарственных трав. То есть это рабочие места, к тому же. Да, и здесь вот у меня цель тоже так помочь людям, вот и вы задавали вопрос, себе, значит, познакомить, я в данный момент нахожусь на территории зоны отдыха Дельфин, прямо у моря, потому что море это вода, основной источник жизни, поэтому вода в жизни играет основной роль. Я написал книгу «Вода дороже золота», потому что хотя у вас дома 10 килограмм золота есть и нет воды, человек может обезвоженно умирать, а золото ему не поможет. Скажите, вы человек, представитель были традиционной медицины, занимались, я думаю, государственной практикой, работали спокойно себе в государственной какой-нибудь клинике, лечебнице, как вы к этому пришли, именно к воде? Так, в самом деле я работал в кардиологическом диспансере в Таджикистане, потом в отделении долечивания, а потом в курортной системе. У нас есть знаменитый курорт Хаджи-Обигарми, это в горах, очень на высоте почти 2,5 километров, и там я начал заниматься именно лечением водами. Там источник радоновый пар, вода радоновая, потом питьевые воды. Когда анализировал, я работал на трех этапах, это отделение реанимации, отделение долечивания и курортной системы. Пришел к такому выводу, чем человек ближе к природе, он быстрее поправляет свое здоровье, потому что это природные факторы. И Бог создавал на земле все то, что вокруг нас есть вода, солнце, воздух и наши травы. Поэтому я пришел уже к другому медицину, именно сказать о Витсине, который в свое время он тоже занимался природным методом оздоровления. И я сейчас пришел к такому заключению, что надо людей лечить именно природными продуктами, которые Бог дал на земле. Скажите, Вы являетесь президентом Ассоциации Народной Медицины Республики Таджикистан. Как эта ассоциация работает сейчас без Вас? Как Вы их покинули? Ассоциация работает нормально, потому что в нашем ассоциации есть ученый совет, там работают более 12 ученых, начиная академики, кандидаты науки, биологи, химики, геологи. Мы в комплексе работаем. И впервые в Таджикистане мы сделали закон о народной медицине, указом нашим президентом. В 2004 году был указ, и сейчас во всех клиниках есть угол фитотерапии, фиточаи различных, и лечение водой. Именно пользуется широко сейчас. Скажите, Вы видите перспективу создания подобной ассоциации? Не у Вас есть в планах у нас в республике? Я являюсь одновременно членом общества фитотерапевтов России, членом ассоциации Российской Федерации, членом журнала практической фитотерапии. Я почти полгода работаю на территории России, полгода на территории Таджикистана. В Таджикистане обычно я летний период сам занимаюсь заготовкой травами, а сейчас в Таджикистане уже я был в Шамильский район, посмотрел горы, травы, даже в школе с учителями встретился, чтобы они хотя бы собирали для себя. Вот эта трава зря пропадает. Например, по нашему предложению, Казань организованно в школах дает фиточаи детям, профилактические. Сейчас у нас очень слабое звено профилактической медицины, потому что когда в много школах мы заходили, у детей, у многих есть анемия, зооп, гельминты. Когда дети начинают 2-3 недели принимать, он исчезает, этот человек уже здоровый. А когда, значит, не будем провести профилактику, и будет много проблем. Поэтому в будущем медицины это профилактические. И то, что вы сказали, я здесь нахожусь, сейчас у нас интернет есть, у нас телефон мобильный есть. Я каждый день 10 раз разговариваю с Таджикистаном, какие проблемы решу, и даже больных лечу по телефону. У нас первый СМС-вопрос. Напоминаю, мы работаем в пятницу для вас в прямом эфире. Сегодня 16 мая. Можете подключаться к обсуждению. 69-44-72. Это наш телефон. СМС-ресурс на короткий номер 4647. Вы можете посылать ваше СМС-сообщение. Вот одно из них по теме. Можно ли водой вылечить гепатит В? Ваше мнение. Конечно, гепатит сразу не лечится водой. Вода, конечно, чистит. Основной источник вода, например, в организме является вода. Я в своей практике начал использовать очень много методик. Хотя, когда в реанимации я работал, мы начали капать. Это капельницы в состав тоже есть. Много жидкости, это вода. А когда человек начинает учить, великая медицина сказала, люди умирают не от болезни, а от незнания. Я даю людям знания. Когда человек имеет знания, он себя может вылечить. Потому что надеяться на меня, на врача, это трудно. Человеку надо учить, чтобы он сам себе работал. Поэтому мой первый совет, надо каждый утром, когда человек проснется, надо пить два стакана воды. Скажите, есть много мнений разных. Одни говорят, надо пить ее подкисленную лимоном. Другие говорят, нет, надо воду употреблять с содой. Третьи, нет, если не добавлять соли, то человек весь день не будет испытывать жажду. Вы вот за чистую воду или какие-то добавки приветствуетесь? Я, конечно, за чистую воду, потому что вода, как вы знаете, основной источник энергии. Даже я могу показать такой эксперимент. Вот видите, горит ламочка здесь. А что это означает? Потому что здесь происходит, наше тело как электростанция вырабатывает энергия. Вот у человека постоянная температура держится, скажем, 36,7. Посмотрите на моей руке, что произойдет. Вот, горит. Значит, если человек устается, к концу рабочего дня, конечно, слабо горит. Если где-то параличи, порезы, там вообще не горит. Потому что благодаря электростанции вот лампочки горят. Правильно? То есть мы сейчас выяснили, что, по крайней мере, на этот момент со мной все в порядке. Да, как электростанция. У вас сейчас все в порядке. Вы правильно делите. Уже мы с вами разговаривали, что вы пьете нормальную воду. Потому что если человек регулярно пьет воду, кровь не сгущается. Скажите, доктор, вот я просто люблю воду. Я с детства люблю чистую воду. Я ее люблю больше, чем чай и компот. А как человеку, тому же ребенушу, привить такую любовь к воде? Поэтому надо людей учить. Когда-нибудь объяснить, разъяснить. Некоторые говорят, вообще не хочу пить воду. А потом, когда проблемы начинаются, у них много проблем, и решить сложно будет. Поэтому я сейчас сделал много предложений, даже в многих странах-президентах, чтобы именно в Таджикистане тоже проходили два международных конгресса, где участвовали 70 стран мира. Можно я вас перебью? У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня обнаружили вирус Эйпштен-Вар. Можно ли ее вылечить? Вот раз там или чем-нибудь. Меня очень беспокоит. Я понял вас. Любой болезнь можно вылечить. Академик Наумовакин, основоположник, значит, космической медицины, он несколько раз выступил, сказал, что нет такой болезни, как СПИД. Эта группа, ученые продумали, чтобы деньги зарабатывать на этом, они продумали такой болезнь. Сейчас девушка говорит не о СПИДе. Нет, я понял. Это тоже вирус. Она говорит о каких-то... Поэтому это сложно. Надо много вещей посмотреть индивидуально и индивидуально дать рекомендации. О том, как найти нашего сегодняшнего собеседника, мы чуть позже вам сообщим. Прерываемся на рекламную паузу. Не переключайтесь. Мы к вам вернемся обязательно. Мы продолжаем наш эфир, напоминая тема сегодняшнего дня целебные свойства воды и возможность с помощью воды решать проблемы со здоровьем. Нас сегодня консультирует президент Ассоциации народной медицины Республики Дагестан, кандидат МИД. В Республике Таджикистан поправляет меня наш гость, кандидат медицинских наук Малазухур Тахири. Доктор Тахири, по поводу спектра заболеваний, с которыми вы чаще всего сталкиваетесь и добиваетесь максимальных результатов. Вот смотрите, я специально взял книгу «Вода. Натуральные лекарства от ожирения, рака и депрессии». Есть какие-то ваши авторские методики? Как это происходит? Я, например, сам написал «Вода дороже золота». Дело в том, что когда у человека плохой настроение, например, возьмем депрессию, он пришел уставший, он сразу начинает воду пить и начинает дождь принимать, через какое-то время, ну, полчаса, у него уже другое настроение. Любой сигнал боли, где-то в органе, это нехватки воды, жидкости. Но, может, это все-таки ваше фанатичное представление? Нет, это не фанатичное. У меня доказано, у меня есть несколько методик лечения. Например, я многим больным выписываю, первый день в неделю один раз голодать, в этот день каждый час пить воду. С 8 утра до 8 вечера, значит, это будет 2-2,5 литра. А потом утром встали, начинают воду пить, за час до еды, полтора часа после еды, стакан воды. У нас, мы обязательно вернемся к продолжению. Звонок в студию. Говорите, мало слушаем. Алло, с кем? Вы говорите со мной. Меня зовут Вария Туржинская. Ваш вопрос. Алло. Да, да. Алло, вопрос можно? Да, конечно. Да. Вопрос такой, можно ли спросить, надо, хочу, там, одинома, без операции, как можно лететь? Сегодня мы говорим о лечении водой. Доктор вас проконсультирует. Спасибо, что обратились. Итак, ваше мнение. Аденома? Так, правильно, вот сейчас задавал вопрос тоже, если человек вот водой регулярно, периодически будет делать килизмы. О воде можно много говорить. Там есть души, ванны, микрокилизмы. Я, например, когда-то давал в ЗОЖ информацию о лечебных микрокилизмах и периодически чистит кишечник и сам по себе уменьшается в размере одинома. Потому что, когда калиевые массы накапливаются, сдавливают, и, естественно, там нарушается приток крови, а когда регулярно чистится кишечник, и эта проблема тоже решается. В вашей практике с каким максимальным результатом вы столкнулись, можно сказать? Ну, те люди, которые по отношению к своему здоровью безразличны, выполняют мои назначения, 50-70% они выздоравливаются. Это все зависит от самого человека. Я всегда говорю, ни один больной, если сам не захочет, ни один врач ему не поможет. И в свое время Авиацина тоже сказала, здесь я, ты и болезнь. Если ты со мной будешь сотрудничать, болезнь уходит. Если нет, есть другое замечательное высказывание. Если пациент действительно хочет жить, врачи бессильны. Ну, это шутка. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы дозвонились? Можно узнать? Откуда? С Махачкала. Ваш вопрос? Так, мне вот нашли, не нашли, а вот по результатам анализа у меня гемоглобин 169. Вот хочу узнать, может ли быть с этим связана вот какая-то ломота в суставах или там ухудшение здоровья какой-то, потому что я в последнее время очень плохо себя чувствую. И еще я слышала, что это можно вот как-то водой ставить. Тоже мне говорили, но я точно не знаю, как. Но вы сделали первичное обследование, вы проконсультировались у врача? Да, проконсультировалась, но врач не знает, почему. Ну, причин этого повышения гемоглобина она мне не сказала. Мой вам совет, найдите адекватного врача, а мой собеседник в студии сегодня вам ответит на ваш вопрос. Примерно. Я ориентировочно хочу вам сказать, что у нас основные два лаборатории есть. Это первая печень, второй почки. Например, любое заболевание, ну, нарушение глазнии и боли в сердце или что-то, это нарушение функции печени. Любой боли в суставах, пояснице, это нарушение функции почки, потому что плохо происходит фильтрация. Я в свой практик, вот даже недавно в Дагестане одного профессора проконсультировал, он боли в суставах был, назначал препараты, которые очищают почки, фито-чаи, на третий день он мне звонит, говорит, спасибо, доктор, ты был прав. Поэтому, опять-таки, вода, это основное лекарство, это дополнительные потом наши препараты, чаи, даже иногда говорят, не таблетка, а вода, которую запиваешь, он помогает этому человеку. Доктор, еще один звонок у нас. Говорите. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? Вопрос такой, скажите, пожалуйста, гастрит, двенадцатиперстные кишки и желудка можно ли водой лечить? Спасибо за вопрос. Можно лечить. Вот схема, которую я сказал, если вы будете соблюдать регулярно воду пить, у вас сразу все происходит. Любой боль, это сигнал о нехватке жидкости, это нехватки воды. Скажите, в интернете можно набрать как-то ваши методики и увидеть? Так, в интернете просто у меня есть четыре сайта, можно написать слово доктор на русском языке, он все входит. И ознакомиться с вашими методиками. И вот книга вода дороже золота тоже есть в этом интернете. У нас смс вопрос, напоминаю, в пятницу, 16 мая мы работаем для вас в прямом эфире, у вас еще есть возможность подключиться к обсуждению темы целебные свойства воды и возможности с помощью воды решать проблемы со здоровьем. Только что был вопрос по поводу того, что гемоглобин очень высокий, здесь другая ситуация. Здравствуйте, как можно повысить гемоглобин, спрашивает у вас наш телезритель. Ну, гемоглобин повысит, я, например, всегда говорю, вот яблоки, если вы начинаете употреблять, там есть железо, не нужно кожу чистить. И семечки, которые есть, там имеют очень много йода. Вот это йод, который внутри семечки есть, уже как профилактика, это значит болезнь чистовидной железа. А сам по себе, когда анемия, нехватка железодефицитной, там заполняются дополнительно железы. То есть это все-таки препараты, а не лечение водой? Вот смотрите, утром, вечером принимают одно яблоко. Вот у меня такой совет, пускай в месяц попробует, а потом ответ напишет нам. У нас звенок в студии еще. Говорите, мы вас слушаем. Алло, слушайте. Здравствуйте. На счет похудения, какой-нибудь дроль играет вода? Сколько вам лет и какой у вас вес, можно уточнить? Вес у меня слишком большой, поэтому спрашиваю. Так, это индивидуально, вы лучше приходите, потому что там есть методика. Конечно, все зависит от воды, то, что вы набираете, когда вы немножко голодный, начинаете много кушать, конечно, чтобы он переваривался, нужна вода, а вот схема лечения, это надо индивидуальный подход каждому человеку. Скажите, вы ведь лечите людей от ожирения, я правильно вас понимаю, и от избыточного веса. Самый большой результат, который вы достигли, сколько килограмм был в месяц? Самый большой, 10 килограмм в месяц, люди, которые у меня были. Есть мнение, что больше полутора, двух килограмм худеть в месяц, это очень тяжело и чревато для организма, нет? тяжело, вот недавно была программа по России, там за 6 месяцев человек 67 килограмм похудел, вот программа, которую по России показали. Люди, которые имели вес 200 с чем-то килограмм, если человек перед себя поставит код, вот, например, я сейчас являюсь еще автором книги, как прожить сто лет не болею. Сейчас на территории Дагестана больше 20 организаций, я читал лекции, первый мой вопрос, кто хочет жить сто лет, руки поднимите, мало кто руки поднимает, потому что люди не верят в эту возможность, надежда на выздоровление половина лечения, потом, если у человека хорошие мысли, настроение на этом, обязательно он добьется этому, вот я взял такую книжку дерево, да, историю, много дерева, больше 300 миллионов лет, все, и люди жили некоторые до 700 лет, у нас возможности наши организмы колоссальные, просто надо учить людей к этому, а многих, например, ну, скажем, школах, институтах этому не учат. У нас вопрос в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ревматоидный артрит, можно вылечить? Если вы хотите, можно, я помогу, это индивидуально, это же по телефону или по точку. Великий Мудров в свое время сказал, каждому больному надо решить его судьбу у постели больного. Вот вы, когда приходите, я как врач буду смотреть, весь диапазон вашей организмы буду изучать и вам дать советы, вы быстро поправитесь. для всех, кто хочет попасть лично к доктору, я озвучиваю номер телефона 8-928-591-28-32. Еще раз, мегафон 5-928-32. Возможность записаться на личный прием к нашему сегодняшнему собеседнику. Как вылечиться от похмелья, спрашивает вас? Ну, похмель, значит, там количество алкогола в крови много, вода разбавляет, воду пить в течение вот этого дня, 2-3 литра сам по себе похмель уходит. Скажите, пожалуйста, доктор, ну, вода в воде рознь. Очень много разных мнений по поводу качества воды и по поводу того, какую воду надо пить. Одни говорят, что кипяченая вода обязательно, потому что никакой воде доверять невозможно. Другие говорят, кипяченая вода мертвая. А вот что делать рядовому жителю Качкалы или других регионов? По предложению нашего президента в 2004 году на 54-й сессии ООН был объявлен год пресной води. В земном шаре всего 3% питьевой воды. Остальные это океаны, море различные. Например, один литр морской вода имеет 35 грамм соли. Поэтому, когда человек пьет родниковая вода, талия вода, бывает дождевая вода, конечно, они более эффективны. И сейчас, например, с крана ты не знаешь, что течет. Например, много в местах хлорируют. Человек в многих цивилизованных городах в течение сутки человек расходует 700 литров воды. Самые низкие 10 литров в некоторых местах, которые в течение сутки человек пользуется, моется, пьет, полоскает, все вот эти вещи. Доктор, это глобальные проблемы, и они очень важны. Но сегодня, проживая в малогабаритной квартире, замечательной городом, Ахачкаласио, замечательной канализацией и водопроводящими системами, что мне нужно пить? Какую воду? Воду, конечно, периодически нужно менять, можно периодически пить минеральные воды, можно воду привезти с источника там пить и кипятить воду, пить. Вот поэтому в каждом случае нужны индивидуальные. Сам организм, человек тоже сам ощущает, какой водой ему больше полезнее, он на этом начинает дальше жить. Давайте еще раз. Вот, например, я вам хочу сказать, вот у меня внук два годика. Между 5 и 6 часов он обязательно плачет и просит воду. Сразу 100 грамм воды пьет, он уснул, успокаивается. Вот организм уже дает сигнал, когда дети тоже плачут, тоже-тоже нехватка воды. Или от голода плачут, или там где-то болеют, или вот нехватка воды в организме. Вот видите, сам по себе дает сигнал, но люди не знают, потом начинают ходить по разным дистанциям. Еще раз, средние критерии того, при каком весе, в каком возрасте, сколько воды нужно пить и как? Ваши рекомендации. Вода, например, рекомендация каждому случае индивидуально. Ну, средние какие-то показатели. Где-то я рекомендую людям два с половиной три с половиной литра воды пить. Но это очень много от чистой воды, потому что мы еще пьем чай, супы, соки. человек в течение суток выделяется полтора литра мочи, через дыхательные пути выделяется 500 мл воды, через пот 400 мл воды, через калевые массы 150 мл воды, получается где-то около 3 литра воды испаряется. Один из теорий сгущения крови или, скажем, потом образование инфаркта, инсульта, то, что испаряется вода, кровь сгущается, образуется тромб. Я как раньше назначал препараты, которые разжижают кровь, а сейчас назначаю воду, потому что он разбавляет. Простая методика. В самом деле, вот я когда... На самом деле получается и кровь густая, еще и препараты. они сдали анализы на свертную кровь. Вот после питьевой воды тоже восстановился. Просто когда человек не знает, потом ходит по разным дистанциям. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос? У меня такой вопрос. Можно ли увеличить сердечные и почечные отеки? Вы имеете ввиду именно водой? Это сегодняшняя тема. Или другие способы. Если общие отеки нарастают, как их вылечить? Спасибо за вопрос. Ну, раз отеки нарастают, у вас уже или там сердечных недостатков, или почечных недостатков, это вопросы обязательно нужно в индивидуальном порядке надо посмотреть и подобрать вам определенные схемы лечения питьевой водой, лекарствами, травами. Это индивидуально. Вы можете потом обращаться, мы вам поможем. Сахарный диабет можно ли вылечить вашими методиками, спрашивает зритель. Так, сахарный диабет, конечно, если инсулино-зависимый, немножко сложновато, а если человек инсулин не принимает, можно просто дать рекомендации. Вот я один пример могу сказать, да, я когда по Таджикистану выступил по телевидению и дал людям с...